Вот иду на первый мостик, и он заметил в воде движение. Чарик, подожди, не тяни, из-за тебя все сбилось. Вот, да, трата плавала. Это я вот оттуда иду. Стоят хатки бобровые, в кустиках. Вон она, подвинется. У меня собаки поглубже, я могу подойти, посмотреть. Это шарик. Все исследует, все нюхает, где надо пометить. У меня тоже жизнь интересная, насыщенная. Никогда не скучает. Вон, чайки сопровождают меня тут. Вон они, какие красавцы. Красавицы. Им тоже, видимо, любопытно, что это за два существа идут. Вот, хатка впереди есть. Можно подойти чуть поближе, рассмотреть ее. Насколько мне собаки позволят. Глина сплошная. Шлеп, шлеп. О, строитель. Шалаш, какой себе построил. Снаружи-то не сильно все видно. Шарик, пойдешь проверить? Хатку бобровую. На, Шарик. Он для тебя опасен. Это тебе не андатра. А я еще, у меня собаки небольшие. Я тоже утону сейчас тут. Наберу воды. Вот весной, чем мне нравится. Вода везде прозрачная. Можно на лагере там, на лагерном вернее, в пруду посмотреть. Как рыбки плавают. Как рыбки плавают. Вот так вот. Поднялся просто. Поряд. Поряд. Первый пустик. Так называемая работа. Работа. Бобра. Девчонки. Что-то уехал. Что-то там же лучше. А вот и там. Друзья. Смотри, сколько их хатов. То тут я уже две вижу. А вон еще одна. В камышах. А вон одна самая большая. Которая вдалеке виднеется. Здесь вот так вот вода уже бежит. Потихонечку. Пойдем, садим. Пойдем. Все сохранилось в этом году. Все наши камушки, которые мы прикладывали. Но Игорь говорил, что воды мало было. И потому не пришлось где-нибудь делать прорыв. То есть наши баррегаты. Вот тут у нас написано. Но каменистая. То есть можно спокойно идти и переехать. Ну, по богатству цена не пробежишься, конечно. Ну, везде можно пройти. Пошли, Шарик. Не бойся, давай. Пошли. Вперед. Вперед, Шарик. Вперед. Ты-то что-то на вездеходе. Ты боятся вообще ничего. Ты надо будет проплывешь. По собачьей. Шарик, пошли давай. Обязательно зацепиться. То за камень, то за что-нибудь еще. Пошли. Виноват-то я, конечно. Надо смотреть за ним. Ну, вот так вот. Бежит водичка. Прозрачная. Зурчит. А здесь вот уже буквы постерлись. Или не постерлись, а повыжигались, одним словом. А сейчас я буду еще. Пойдем, Шарик. Это мы прошли первый мостик. Так мы называем его. Вот. А сейчас пройдем на второй мостик. Пробежат. Вперед, Шарик. Вперед. Я же ничего остановился. Вперед, Шарик. Вперед. Вперед, вперед. Вперед, вперед. Вперед. Пространство. Широту неба наблюдать можно. Ну вот. Немножечко осталось. Где в тени, в тенечке снег. А так в основном основная часть уже вся ушла у нас. Землю. Так вот. Недавно в одном ролике говорил, что место описания приводил. Что Господь повелел. И землю накрыло снегом. Повелел в этом же стихе. И пошел мелкий дождь. И даже перечисляется там большую дождь. Тоже все в руке Господа. Вот оно. Видно. Озер тут работал. Смиты его пребывания здесь видны. Но он здесь молодец. Разровнял площадку. Яблоки наставляли. Ну вот. Вышел я на второй мостик. Здесь еще лед стоит. Мертвым грузом. Но там вдалеке, вон в лагах. Вон сколько снега еще. Потому что в тенечке. Вот снег. Ну вот оно. Тут еще надо, чтобы тепло настало. Градусов за 10. Раз в 18. И тогда вот тут лед начнет хорошо таять. А так тут еще льда много. Ну что. Главное дамба сохранилась. Слава Богу. Мы молились об этом. Чтобы Господь сохранил. Господь сохранил. Дал меньше снега. Меньше снега. Меньше воды. Меньше воды. Меньше пруд наполнен. Значит уже не поднимается через края берегов. Сему Господь поставил предел. Море устав дал, говорит. Когда он в 38 главе Ио. Задает вопросы. Кто дал море устав. Господь дал. Все не переполняется. Но приходит время. В наказание. Господь воздымается в ум. И начинает наказывание людей. Вот типа какого-то ума-то тут. Видно, что подтаяло. Даже немножко что-то просвечивается. Ну, вроде тут ничего не видать таких подкопов каких-то. Вот только что немножко глина осыпается. А так сохранено все. Слава Богу. Шарик, ты постоянно где-то бегаешь, где не надо. Запутывает меня свои цепи. Ну, вот. Вот тут, которые садились черенки. Да. Засохли. К сожалению. Ну, и за это, слава Богу, тоже. Иногда рыбаки, даже вот так вот снег подтавишься. О, это лед, вернее. Они стараются выйти. Спрашиваются зачем. Зачем искушать Господа Бога своего. А все от того, что не верят. Потому погибает очень много их. Ищут пустоту. А молились бы. Шли бы лучше добрые дела, какие девочки. Когда бы душа моему не стремилась бы найти дела-то. Хотя рыбалка-то не запрещено, конечно. Не то, что я против нее. Нет, конечно. Просто опасно. Шарик еще по такому льду может пройти. А я уже не пройду. Уже провалюсь. Вот, как же интересно, островок остался такой. Ну, кое-где проросла. Терешки, но очень мало. Вот тоже следы контузера остались. Вот это прошлое еще. Ну, вот так вот, в принципе, я показал. Первый, второй мостик. Так, все, и сейчас пойду туда, вот, где он за ворот идет. И там покажу, где у нас небольшая дамбочка сделана для удерживания воды. Что там происходит. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе.